Сегодня ликуют основные конкуренты господствующей мировой валюты. Доллар США упал до практически двухмесячных минимумов после публикации протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке, где обсуждалась судьба курса монетарной политики ФРС. Моментом воспользовался и британский фунт, получив поддержку и от оптимистичных данных по розничным продажам в Соединенном Королевстве. Пара, более известная трейдерам как Кабель, выросла практически на 1% и торгуется около двухнедельного максимума на отметке 1.3162. Валютные стратеги предполагают продолжительную активность быков в паре ввиду разочарования новостями о курсе монетарной политики ФРС. Скорее всего, трейдеры будут задавать предпочтение национальной валюте Великобритании, где розничные продажи в июне выросли гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось аналитиками. Согласно официальным данным, показатель в июне превзошел ожидания рынка, продемонстрировав уверенный прирост. Так, Управление национальной статистики сообщило, что в июне объем розничных продаж в Великобритании вырос на 1,4%, после сокращения в мае на 0,9%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,2%. В годовом выражении показатель также значительно вырос на 5,4% после предыдущего прироста на 4,3%. Аналитики ожидали меньшего роста на 4,2%. Базовый индикатор, исключающий продажи автомобилей, также порадовал рынок значительным ростом, вопреки прогнозам экономистов. Показатель в месячном выражении продемонстрировал прирост на 1,5% в прошлом месяце, в то время, как прогнозировалось, меньшее увеличение на 0,9%. В июне базовый индекс розничных продаж также вырос на 0,9%. В годовом исчислении индикатор вырос еще больше на 5,4% после июньского прироста на 3,9%. Вышедшая британская статистика не может не радовать трейдеров, тем более после того, как экономистами прогнозировалось ухудшение состояния экономики Соединенного Королевства после решения выйти из состава ЕС. Пока что содержание отчетов не разочаровывает, чем оказывает достойную поддержку национальной валюте. А вот доллар США, по мнению большинства аналитиков, будет оставаться под давлением еще долго, так как протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС указал на расхождение мнений чиновников американского Центробанка. Это, в свою очередь, указывает на нескорый подъем процентной ставки. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!